В Кремле сейчас работает наш политический обозреватель Владимир Кондратьев. Владимир Петрович, как прошла встреча? Ну, старые знакомые, тут особо говорить и нечего. Путин и Фишер знают другого 12 лет. Я помню 2004 год, тогда скончался предшественник Фишера, президент Австрии Томас Клестель. Путин поехал на похороны и там впервые познакомился с нынешним президентом Хайнсом Фишером. Это была действительно очень такая душевная встреча. Они нашли других людей, которые понимали, оба говорят, естественно, наш президент и австрийский президент говорят по-немецки, без переводчика, если нужно. И вот за эти годы они неоднократно встречались друг с другом. И сейчас, когда этот визит проходит, весьма представительные делегации, в составе этой делегации еще три министра ключевых, в том числе министра иностранных дел, в Австрии могут все что угодно говорить, что сейчас ситуация неподходящая, что санкции, неправильный политический сигнал. Но для Австрии не играет никакой роли такое мнение. Они, конечно, соблюдают санкции, как член Евросоюза, но против санкций выступают. И сегодня это было подчеркнуто. Я вот хочу предложить вам обмен приветствиями двух президентов. К сожалению, в результате вот тех сложностей, о которых я уже упомянул, у нас произошло значительное снижение товарооборота, примерно на 25%. Хотя российский экспорт в Австрию, как ни странно, немного, но все-таки выросло за прошлый год. Россия является одним из крупнейших инвесторов в австрийскую экономику. Австрия, австрийские компании проинвестировали значительные ресурсы, средства и экономику России. Я хочу дополнить слова президента такими данными. Ведь Австрия для нас очень важный партнер. Россия, оказывается, имеет инвестиции в австрийскую экономику в размере 22 миллиардов евро, а Австрия 8 миллиардов. В России действительно очень большая сумма. 1500 предприятий австрийских работают. Только в России 500 с австрийским участием. Естественно, эту мощь, этот потенциал надо и дальше укреплять и развивать. Фишер сегодня тоже выступил со словами, говорил о важности этих взаимоотношений, но, естественно, особое внимание было приковано к его словам, которые касались санкций. Конечно, тот, кто заинтересован в развитии хороших экономических отношений между Европой и Россией, он не рад тому, что существуют санкции, и хотел бы их снять. Но Австрия является лояльным членом Евросоюза. И как лояльный член ЕС, которым она хочет остаться, должна придерживаться тех решений, которые были приняты в отношении России. Но здесь ключом к решению проблем является минский процесс. И здесь есть определенные возможности для решения этих вопросов. Владимир Петрович, разговор с Владимиром Путином ведь не единственный пункт программы Хайнца Фишера. С кем еще сегодня встречался австрийский президент? Визит очень обстоятельный. С самого утра, в 9 часов утра, уже Фишер возлагал венок к могиле неизвестного солдата Кремлевской стены. Надо сказать, что в Австрии вообще чтят память советских воинов, отдавших жизни за освобождение Австрии. Я недавно смотрел, как памятник, отреставрированный в 2009 году на Шварценбергпласт. В Австрии выглядит очень к этому ответственно относится. После этого Хайнц Фишер встречался с лидером нашей Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. Речь шла о предстоящих выборах Государственной Думы, об участии в них гражданского общества. Хайнц Фишер встретился также с Дмитрием Медведевым, председателем правительства. Речь шла, конечно, об экономических отношениях в первую очередь. Но Дмитрий Медведев говорил о том, что мы знали лучшие времена, что касается отношений с Европейским Союзом. И он уверен, что эти времена снова скоро наступят в обозримой перспективе. И надо на это работать, на это дело. И сегодня же Хайнц Фишер... Вот сейчас мы находимся буквально рядом с пресс-центром в Кремле, в первом корпусе Кремля. Они сейчас должны с Путиным выйти и сделать заявление. Оба президента будут говорить для прессы. Надо сказать, что этот визит Хайнца Фишера, президента Австрии, в Москву своего рода прощальный. Уже 24 апреля в Австрии состоятся очередные президентские выборы. Хайнц Фишер находится на посту президента Австрии. Два президентских срока, 12 лет. И 24 апреля будет избран другой президент. Сейчас, вот я буквально ознакомился с австрийскими коллегами, журналистами говорил, сейчас на первом месте по опросам идут, как ни странно, представители зеленых и представители правопопулистской, свободной партии, партии свободы. Но, тем не менее, кто бы ни пришел к власти, кто бы ни стал президентом Австрии, есть уверенность, что наши отношения будут все-таки развиваться уверенно и успешно. Ромас. Спасибо. Владимир Кондратьев из Кремля о визите Хайнца Фишера в Москву.